Добрый день, дорогие друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем с вами размышлять на тему «Чем мы можем, мы живые, помочь нашим усопшим сродникам?» Тема актуальна, и она будет актуальна всегда. Пока мы живем на поприще этой земной жизни, всегда эта тема будет для нас, для верующих людей, актуальна. Почему? Потому что смерть – это та последняя эпитемия за грехи наших праотцев и за наши собственные грехи. Эпитемия, которую понесет каждый человек. Все из рожденных на земле пройдут через эти врата, врата смерти. А что такое смерть? Это насильственное разлучение бессмертной души с телом. Тело останется на земле, оно будет погребено, а душа переходит в иную область бытия. И как нам и Священное Писание, и Святые Отцы Церкви, вообще все предание церковное, однозначно говорит, что человек, приблизившись к порогу смерти, его душа переходит в вечную жизнь в том состоянии, в каком она к этому моменту подошла. Не случайно же есть такие слова «в чем застану, в том и сужу», говорит Господь. Господь будет судить в том состоянии, в каком человек подошел и переступил через вот этот невидимый порог. Вот почему все Святые Отцы Церкви однозначно говорят, что сам человек самостоятельно изменить свое внутреннее устроение на момент смерти уже не сможет. Как бы вот этот вектор, вот эту заданность, направленность изменить не может. В каком смысле? Ну, например, был там блудник, вор, сребролюбец, гордец, нечестивый человек, и вдруг момент смерти в какое-то мгновение полностью изменился и стал правильным. Такое невозможно. В том состоянии, в каком душа подошла к порогу смерти, так она и перейдет через вот эту грань. Вот поэтому души наших усопших очень нуждаются уже в нашей помощи, в молитве Святой Церкви на земле. Почему? Потому что расставшись с телом, бессмертная душа переходит в иную область бытия, в ту область, о которой мы здесь знаем, только взирая очами веры и на основании Священного Писания, на основании Слова Божия, Божественного Откровения и учения Святой Церкви. Мы знаем, как святой апостол Павел говорит, что мы видим, нынешнее, как же взерцало гадание, а тогда только увидим лицом к лицу. И вот перейдя в ту область бытия, душа человеческая попадает уже в мир духовный. И если она готовилась к миру духовному, жила по заповедям Божьим, изучала заповеди Божьи, старалась по ним жить, стяжала залог благодати Божьей, то эта душа попадает в ту как раз область бытия, которую мы называем Царствием Божьим. То есть именно предвкушение той будущей бесконечной радости, которая будет уже после всеобщего воскресения. души тех, которые не готовились к вечной жизни, может быть, вообще о Боге не знали, в Бога не веровали, нарушали все заповеди Божьи. Души тех людей, которые демонам уподобились, они, естественно, перейдя вот эту грань, которую мы называем смерть, эти души попадают в область падших духов. Почему? По сродству с ним. И вот главный вопрос, над которым мы должны, пока живем, думать всегда. Чем мы, пока живем на земле, можем помочь душам наших усопших? Преподобный Паисий Святогорец, его взгляд, взгляд преподобного Паисия Святогорца, как ему было открыто, что примерно около десяти только процентов, примерно, находящихся в аду душ настолько ожесточены, что подобны демонам, что они не только не просят у Бога прощения, но и не способны эту помощь, благодатную помощь принять. То есть это люди, которые уже демонам уподобились, полностью заказневшие в пороках, в ненависти к Богу, в такой, как бы, центробежной силе люди. А подавляющее большинство душ усопших, которые за время земной жизни, может быть, не успели покаяться, не успели принести достойных плодов покаяния, они еще могут получить милость у Бога, и их вечная участь может измениться. Но сами они свою вечную участь изменить не могут. Они нуждаются в молитвах Святой Церкви, то есть нас, живущих на земле. И Бог предоставил нам, дорогие друзья, нам предоставил такую удивительную, такую, ну скажем, современным языком, уникальную возможность, пока мы живем на земле, протянуть руку помощи нашим усопшим. Наша помощь нашим усопшим состоит в первую очередь в молитве и милостыне за них. Частная, личная молитва за наших усопших. Молитва во время богослужения. Участие в божественной литургии, когда мы, молясь на божественной литургии, сами мысленно просим Бога о упокоении, обращении грехов наших усопших. Когда за тех из наших усопших, кому мы питаем родственные чувства, за кого переживаем, за кого несем ответственность так или иначе, допустим, дети несут так или иначе ответственность за своих родителей, которые перешли в вечную жизнь, с чувства благодарности Богу по заповеди «Чти отца твою мать, и благо тебе будет». Почитание отца и матери не прекращается со смертью. Отец и мать перешли в загробную жизнь. Почитать ты их должен. Продолжать почитать. Твое почтение уже выражается в твоей благоговейной, внимательной, усердной молитве и милостыне за них. Подавать записочки в храм, чтобы священник на Проскомедии поминал тех из наших православных сродников, которые были крещены православной вере, были миропомазаны, и которые хотя бы старались, ну, хоть более-менее жить по-христиански. Даже если мы до конца не знаем, как они жили, но если они хотя бы крещены, вот как мудро говорят многие и святые отцы церкви, и подвижники благочестия нашего времени, то есть в этом вопросе лучше погрешить милостью, чем строгостью. По отношению усопших лучше проявить больше милости, чем строгости. Если вы достоверно не знаете, как жил, допустим, ваш дедушка или прадедушка, но он был крещеный, подайте за него записочку, чтобы на Проскомедию священник вынул за него частицу. А сами мысленно, сами, подчеркиваю это слово, присутствие во время божественной литургии или присутствие во время панихиды, или присутствие на богослужениях на родительский суббот, сами усердно молитесь за него и подавайте милости. И вот эта уникальная возможность, которая есть у нас, у нас есть возможность помочь нашим усопшим. Очень помогает нашим усопшим милостыня за них. Тут уж надо, дорогие друзья, надо быть честным, откровенным, и тут уж не надо прибедняться. Нельзя сказать, что настолько вот все сейчас современные люди, ну, конечно, все по-разному, настолько бедны, что ты не можешь, допустим, за своего, допустим, на годовщину или там на полгода, или там на 40 дней, когда твоего близко усопшего, ну, хотя бы пригласить, покормить кого-то из нуждающихся, или хотя бы, ну, не можешь ты домой пригласить в силу целого ряда обстоятельств. Ясное дело, я представляю, что вы можете возразить мне, как я могу пригласить в свой дом, там, не пойми кого и так далее. Ну, хорошо, вы хотя бы продукты какие-то можете купить, и во славу Божию, в память о покоении, прощении грехов вашего усопшего, дайте нуждающимся продукты какие-нибудь. То есть давайте милостынь, потому что милостынь покрывает множество грехов. Давайте милостынь усердно за ваших усопших, не жалейте на это средство. Когда-нибудь любой из нас, однозначно, когда мы перейдем эту грань, мы будем также ждать милостынь и молитву наших близких. Сейте сейчас, сейте сейчас, чтобы потом это принесло плод. И хочется вам привести слова преподобного Паисия Святогорца как раз о необходимости милостыни. Спрашивали преподобного Паисия, умершие недавно имеют большую нужду в молитве, чем умершие ранее? Столица отвечает, когда человек только попадает в тюрьму, разве вначале ему не особенно тяжело? Будем молиться об усопших, которые неблагоугодили Богу, чтобы Бог как-то помог им. Особенно, если мы знаем, что человек был жестким или жестоким. Точнее, если он казался жестоким, то есть он казался мне жестоким, потому что иногда мы считаем человека жестоким, а в действительности он не был таков. Если такой человек еще и жил греховно, то нам надо много за него молиться, подавать его имя на помнение на Божественной Тургии и давать бедным милостыню о спасении его души, чтобы, услышав молитву бедняков, каждый бедняк скажет, да будет благословен его прах. Бог преклонился на милости и помиловал этого человека. Таким образом, то, что не сделал сам человек, сделаем за него мы. А вот если у человека была еще и доброта, пусть он даже и не жил хорошо, то даже от малой молитвы он получит пользу. Это происходит потому, что он имел доброе расположение. И вот хочется вам еще одно мудрое размышление преподобного Паисия напомнить. Какое самое лучшее поминовение усопших? Вот самое лучшее. Вроде бы и понятный, и в то же время и неожиданный ответ преподобного Паисия. Полезнее, чем все поминовения и заупокойные службы, которые мы можем совершить за усопших, будет наша внимательная жизнь. Та борьба, которую мы совершаем ради того, чтобы отсечь свои недостатки и очистить душу. То есть, вы понимаете, работа над собой, отсечь свои страсти и недостатки и исправлять себя. То есть, это самая лучшая помощь усопшим. Ведь результатом нашей свободы от вещей материальных и от душевных страстей будет не только то, что мы сами почувствуем облегчение. Облегчение получат и усопшие правоцы всего нашего рода. Усопшие испытывают радость, если их потомок живет с Богом. Если мы не находимся в добром духовном состоянии, то и наши усопшие родители, дед или прадед, все наши предки страдают. Посмотри, как живет наш потомок, говорят они, и расстраиваются. Вот преподобный Паисий в присущем ему манере так вот наглядно говорил, что вот усопший скажет, посмотри, как живет наш потомок. Однако, если мы находимся в добром духовном устроении, они радуются, потому что были сотрудниками Бога в нашем рождении, и Бог некоторым образом обязан им помочь. То есть, усопшим доставит радость, если мы предпочтем подвиг и постараемся благоводить Богу своей жизнью. Поступая так, мы встретимся с нашими усопшими в раю и вместе будем жить в жизни вечной. Из-за этого следует, что стоит, стоит трудиться, вести брань с нашим ветким человеком, чтобы стать человеком новым. И он уже не вредил ни себе, ни другим людям, но помогал и себе, и другим, будь они живые или усопшие. И, собственно, дорогие мои друзья, вы видите, вот эти слова, это наставление преподобного Паисия о том, что надо себя исправлять, и тогда твоя молитва будет более действенной, более дерзновенной перед Богом, и твое исправление будет радовать усопших, сообразуется со словами Священного Писания. В частности, в соборном послании апостол Лаков говорит, что, призывая молиться друг за друга, и говорит, много может молитва праведного поспешествуемого. То есть, если каждый из нас постарается приложить усилия, может быть, даже сделать доброе усилие над собой свою жизнь исправлять, и молитва твоя будет более дерзновенной, ты больше своей молитвой можешь помочь твоим усопшим сводникам. Обратите внимание, дорогие мои, здесь святые отцы, не противоречие Священному Писанию, не противоречие друг другу, и поминовение на литургии необходимо. Собственная твоя внимательная, сердечная молитва во время богослужения, милостыня, которую ты даешь в память об усопших, и самое главное, исправление самого себя. Если кратко подвести итог сказанному, хочешь помочь своим усопшим, исправляй, дорогой брат или дорогая сестра во Христе, исправляй свою собственную жизнь. И в заключение, позвольте, расснуться еще одного вопроса, так или иначе связанного с темой поминовения усопших, святитель Афанасий Сахаров из-за его выдающегося произведения «Поминовение усопших по усталу православной церкви» отвечал на вопрос, как нам молиться о людях, которые самовольно лишили себя жизни, о самоубийцах. К сожалению, дорогие друзья, в нашем мире это явление очень часто встречающееся из некоторой доли горького предположения, можно сказать, что эта динамика только будет увеличиться, к сожалению. Как молиться, если кто-то из наших близких родственников, которым мы питаем чувство родства, какую-то обязанность, благодарность, если он так или иначе наложил на себя руки? Оптинские старцы разрешали на келейной молитве поминать даже самоубийц, за которых по 14 правилу святителя Тимофея Александрийского не может быть приношения в церкви, то есть за самоубийц. Согласно 14 правилу святителя Тимофея, за самоубийц записочку подавать нельзя в храме, ни на Проскомидию, ни на Панихиду. А в келейной молитве, келейной, то есть домашней, любой из нас может молиться за таковых сродников. Старец Леонид в схеме Лев, то есть преподобный Лев Оптинский, одному из своих учеников, Павлу Тамбомцеву, у которого отец скончался самоубийством, так утешал и наставлял его. И цитата из слов преподобного Льва Оптинска. «Вручай как себя, так и учись родителя твоего воли Господней, премудрой и всемогущей. Не испытывай вышних судеб». То есть как бы не гадай. Как? Что? Почему? Где сейчас его душа? Не гадай. «Тщись смиренно мудрием укреплять себя в пределах умеренной печали». Ну, это язык XIX века. «Тщись, то есть смиренно мудрием укрепляй себя в пределах, то есть умеренная печаль». То есть печаль не должна быть, вообще берегов не чувствовать. «Молись всеблагому Создателю, исполняя этим долг любви и обязанности сыновней». Призывает «молись, исполняя этим твой долг сыновней перед Отцом. По духу добродетельных и мудрных людей, защищи, Господи, погибшую душу Отца моего, аще возможно есть помилуй». Вот смотрите, текст этой молитвы, дорогие друзья. Ее легко можно найти в интернете, вы можете сейчас достаточно все доступно, только забейте. «Молитва преподобного Льва Оптинска о самовольно лишивших себя жизни». Она сразу появится. Вот как она звучит. «Взыщи, Господи, погибшую душу Отца моего». Ну, или Отца, или Сродника. «Аще возможно есть помилуй, не исследим и судьбы Твои, не постави мне во грех молитвы сей, но да будет святая воля Твоя». Вот такая коротенькая молитва. И главное здесь произнести. «Не постави мне во грех молитвы сей». То есть мы со смирением просим, Господи, мне не поставь во грех этой молитвы. Я как бы смиренно возлагаю всю свою надежду на Твое милосердие. «Не поставь мне во грех этой молитвы, и да будет воля Твоя». В конце надо добавить такие слова. И вот далее преподобный Лев Оптинский пишет вот этому Павлу Тамбовцеву. «Молись просто, без испытания, предавая сердце Твое в десницу Вышнего. Конечно, не без воли Божией произошла такая горестная кончина родителя Твоего, но ныне Он совершенно в воле могущего и душу тела вернуть в вещь огненную, которая и смиряет, и высит, и мертвит, и живет, низводит в ад и возводит. При этом Он столь милосерд, всемогущий и любвеобиден, что благие качества всех земнородных перед Его величайшей благостью – ничто». «Для этого ты не должен чрезмерно печалиться», пишет преподобный Лев Оптинский этому человеку. «Ты скажешь, я люблю моего родителя, поэтому скорблю. Справедливо, но Бог без сравнения больше, чем ты любил и любит Его. Значит, тебе остается предоставить вечную участь родителя Твоего благости и милосердия Бога, который, если соблаговолит помиловать, то кто может противиться Ему?» Вот смотрите, такое, очень такое ободряющее письмо преподобного Льва Оптинского. Его приводят в своей книге святитель Афанасий Сахаров, священномучник, исповедник XX века в своей книге «Поминовение усопших» по уставу православной церкви. Поэтому, дорогие друзья, будем молиться за наших усопших, будем молиться с верой, с любовью, с упованием, с надеждой на Бога. И плоды наших молитв мы увидим, когда после временной разлуки встретимся с ними. Усугубьте свои молитвы и храни вас Господь! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.